Первый месяц работы Радия Хабирова и первый месяц работы Хамитова в 2010 году. Что вы здесь находите общего и в чем разница между этим первым месяцем? Реакция общества, например. Я даже предлагал такой проект провести, очень такой подробный анализ вот этих двух периодов, но пока еще на самом деле рано, нужно дождаться где-то, наверное, 100-150 дней. Можно начать со 100, такая символическая цифра. И сравнить вот эти вещи. Действительно, очень много похожих вещей. Иногда эти похожие вещи бросаются в глаза. Но здесь надо разделить группы этих вот похожих действий. Первое – это инстинктивные и естественные действия любого человека, приходящего к власти в регионе. Они истолкованы просто человеческой природой. То есть вот это возмущение обилием несправедливости, вот это попытки в ручном режиме прямо сейчас исправить ситуацию. То есть иногда у профессионалов они даже вызывали там, ну, или усмешки, или недоумение. То есть когда там глава оборачивается к руководителю района и говорит, найдите-ка здесь хороших подрядчиков. Ну, если формально относиться к этой фразе, это нарушение закона, потому что нельзя найти хороших подрядчиков, надо конкурс проводить. Ну, это эмоционально очень объяснимо и очень, наверное, даже как-то правильно по-человечески, потому что, ну, человек вот среагировал на ситуацию, там, вот по Белебею, да, вот эта больница, которой нету, роддом вернее, да, то есть которая там уже шесть лет строит и как-то даже очень не беспокоится о том, что это не строится. То есть и глава там такой расслабленный, и главврач, и прочее, прочее, значит. Ну, абсолютно нормальная человеческая реакция. Это первая группа вот этих вот. И они были почти похожи у Хамитова и Хабирова. Ну, каждый в силу своей, там, психики, психологии и жизненного опыта по-разному реагировал, да, то есть там разная степень резкости, разная степень, там, волюнтаризма была в этом всем. Но это похожая реакция. Непохожими реакциями явилось то, что Хабиров начал, например, требовать честности. Это очень странное такое, очень философское явление, да, то есть когда, ну, в общем-то, мы все друг от друга ждем честности и искренности, да, и при этом понимаем, что очень часто друг друга обманываем, или где-то вводим в заблуждение, вольное-невольное. И вот Хабиров, значит, объявил о том, что обманывать нельзя, обманывать опасно, и это будет наказано, и так далее, и так далее. То есть вот там на примере одного из глав, который, баймакский глава, который там то ли запутался в показаниях, как было сказано, то ли действительно намеренно там что-то привирал. Вот это вот отличает Хамитова от Хабирова, потому что Хамитов по своей психологии, по своей конструкции личности изначально людям не верил, и честности от них никогда не требовал. Ну, то есть вот так вот. Потому что не ждал. Он ее не ждал, да, он всегда считал, что люди всегда врут. Я не знаю, насколько это искренне прозвучало со стороны Хабирова, но будем надеяться, что искренне. То есть если человек все-таки полагается на искренность и правду, даже когда его обманут, он все равно потом, ну, сделает правильный выбор. Хотя бы в этом плюс. Ну, есть еще много непохожих вещей, но из похожих это опять поход в интернет. Я просто смеюсь над тем, как много стало у нас, значит, чиновников в Фейсбуке, который вчера еще считался имя территорией потенциального противника. Субтитры сделал DimaTorzok